Вы смотрите новости Запада Башкирии. Ему было 11 лет, когда он стал студентом. Знаменитая комедия «Горе от ума» нисходит со сцены, хотя прошло более полутора столетий после ее создания. Вокальный ансамбль «Бриз» школы номер 13 Октябрьского выиграл три кубка в конкурсе «Новое поколение». Фестиваль прошел в здании Дворца молодежи Уфы среди учащихся 9-11 классов. Организаторами выступили Министерство сельского хозяйства, образования, молодежной политики и спорта, культуры, а также Башкирский аграрный университет. Конкурс направлен на повышение уровня художественного творчества молодежи, формирование инновационных методов взаимодействия государственных органов и общественных организаций в сфере поддержки молодежного самодеятельного творчества. Участники из четырех городов и 15 районов республики продемонстрировали свои музыкальные, танцевальные и театральные способности. В числе конкурсантов выступил вокальный ансамбль «Бриз». Своё выступление они посвятили 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В Ленинской библиотеке Давликанова прошел урок жемчужины природы. Ребята познакомились с заповедными местами Башкортостана. Они окунулись в красоту республики, вспомнили, какие птицы, животные обитают в уголках края и нуждаются в нашей поддержке. Из рассказа работников в библиотеке узнали, для чего созданы национальные парки, заповедники и Красная книга. Дети пришли к выводу, что родной край нужно знать и беречь. В библиотеке Белебея для учеников первых классов провели игровую программу «Зимние праздничные порой». На новогоднем празднике дети встретились со снеговиком, который помогал ребятам спасти зиму и находить ключи от волшебного сундука со сладкими призами. Они побывали в гостях у сказочных героев – Бабы Яги, Лешего и Кикиморы. Благодаря находчивости и смелости ребят ключи были возвращены снеговику. В завершении мероприятия дети исполняли песни, танцевали, водили хороводы, играли и соревновались. Праздник прошел интересно и весело. На прощание ребята получили от снеговика сладости и сфотографировались у новогодней елки в кругу сказочных персонажей. В Бузяке прошли новогодние семейные игры. Участников приветствовала заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике Гульфия Габдрафикова, отметив важную роль семьи в современном мире. Соревнования включали в себя прохождение пяти этапов. Между эстафетами организатора мероприятия провели творческий конкурс, в котором дети рассказали стихотворение. На трибунах не смолкали болельщики, активно поддерживали и болели за свои семьи. По результатам всех этапов игры определили семьи, кто лучше всех справился с заданиями. На первом месте семья Хусаиновых, на втором семья Гайсиных и на третьем семья Кензикеевых. В детской библиотеке Кондров состоялись поэтические чтения Шейхзада Бабич «Певец свободы». Мероприятие приурочили к 125-летию со дня рождения поэта. Ребята из краеведческого кружка «Родной край» 7-й А и Б классы узнали о короткой, но яркой жизни поэта. С интересом слушали рассказ библиотекаря о таланте поэта в описании красоты женщины, любви ко всему живому. Говорили о пропагандистских стихах Бабича, верности и преданности к народу, а также читали стихи. Ребята изъявили желание посетить памятник легендарного поэта в Уфе. На базе общеобразовательной школы номер 2 Раевского прошел семинар учителей математики. Провели мероприятие на тему методические и психологические аспекты подготовки обучающихся. Государственные итоговые аттестации для 9-х и 11-х классов. В ходе работы семинара рассмотрели вопросы современного подхода к оценке качества образования. Провели анализ результатов муниципальных пробных экзаменов. На сегодня это все новости, а сейчас переходим к прогнозу погоды. Субтитры создавал DimaTorzok